Тайваньские дипломаты выступили перед Сенатом Чехии в Праге, чем вызвали недовольство Пекина. Спикер тайваньского парламента в своём обращении предупредил о военных амбициях Китая. Он отметил, что Тайвань становится более влиятельным на международной арене, но авторитаризм Пекина также на подъёме. Он также призвал всех друзей Тайваня внимательно изучить и понять природу китайского коммунистического режима, чтобы пресечь все его планы в зародыше. «Неважно, какую страну мы посещаем, мы всё равно вызываем критику со стороны Китая. Если Пекин не осудит нас в этот раз, то будет странно». Так и случилось. Посольство КНР в Праге осудило визит тайваньских политиков, заявив, что тем самым они нарушили территориальную целостность Китая и подорвали чешско-китайские отношения. Тайвань – процветающая демократия. Однако Китай считает остров своей провинцией, которая отделилась самовольно. В последнее время между двумя сторонами нарастала напряжённость. Многие аналитики не исключают, что Пекин попытается вернуть себе частично признанное государство силой. Чехия – член ЕС-Сената пытается наладить особенно тесное отношение с Тайванем среди других азиатских демократий. «Очевидно, что нашему Сенату удалось создать мост между Тайванем и свободным демократическим миром. Сегодня не только Чехия, но и другие страны осознали, что будущее свободы и демократии – это когда свободные и демократические страны поддерживают друг друга. Общий объём торговли между нами в первом квартале этого года вырос почти на 20% по сравнению с прошлым». В начале 2022 года Китай приостановил импорт из другой страны ЕС – Литвы. Это произошло после того, как Тайвань открыл де-факто посольство в Вильнюсе. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.